Что значит здравомыслие? Что значит здравомыслие? Что значит здравомыслие? Что значит здравомыслие? Наши предки говорили так. Здравомыслие основано на трех критериях познания истинности. Первым критерием является мнение компетентного человека. То есть необходимо узнать, что говорит по этому вопросу компетентный человек. То есть в каждом вопросе можно найти компетентного человека. Мы же пользуемся этими критерием для постижения мира и до сих пор. Но, например, если мы желаем изучить живопись, мы идем к хорошему художнику. Желаем изучить музыку, идем к хорошему композитору, музыканту. Желаем изучить медицину, идем к хорошему хирургу и так далее. То есть необходимо мнение компетентного человека. Вторым критерием познания истинности является мнение наших предков. Лишь только наши предки давали именно те советы, которые подходят нам, как белым людям. Другие народы нам могут давать другие советы, но они к нам не подходят. Потому что все другие народы заинтересованы в своей выгоде, но не в нашей выгоде. А наши предки давали нам непредвзято советы. И они имеют колоссальный опыт по любым вопросам. Все вопросы, которые могут у нас возникнуть, они были известны нашими предками. Они решили, нашли ответы на все эти вопросы и передали нам в письменном виде. Все ответы содержатся в ведах. То есть в ведах содержатся все вопросы, исчерпывающие, вернее, все ответы на любой вопрос, который может у нас появиться. Поэтому нужно узнать, а что написано по этому поводу в ведах. Если человек не в состоянии сам найти в ведах ответ на этот вопрос, он должен обратиться к компетентному человеку, то есть к ведуну и спросить, а что написано в ведах. И ведун должен сказать, вот в такой-то книге, на такой-то странице, об этом говорится так-то. И дать возможность почитать человеку. То есть как отвечали предки на этот вопрос. И третий критерий познания истинности – это личный опыт. То есть необходимо самому убедиться, так это или не так. Так вот, здравомыслие как раз и заключается в том, чтобы вот эти три критерия приводить к одному знаменателю. Если все три критерия говорят, да, это так, тогда можно не сомневаться, что это действительно так. Если они говорят, нет, это не так, тоже можно не сомневаться. Но если хоть один из этих критерий противоречит двум другим, нужно сомневаться. И если человек добросовестно проявляет здравомыслие, то есть приводит эти три критерия к одному знаменателю, ему гарантируется то, что он никогда ни в чем не ошибется. Именно вот это и является здравомыслием. К сожалению, большинство людей не понимает, что такое здравомыслие. Но если они возьмут это на вооружение, это гарантирует то, что всегда их планы будут осуществляться. Существует только три способа познания мира. Если взять самый примитивный способ, то он основан на способностях наших чувств. То есть у нас есть пять чувств. Обоняние, осязание, вкус, зрение и слух. Все эти способности, они очень примитивные. Ну, например, обоняние у собаки гораздо лучше, чем у человека. Осязание тоже примитивно. Вкус тоже примитивный. Слух у человека улавливает только узкий диапазон звуковой волны. Ну, мы, например, не слышим ультразвук, инфразвук. Также, то есть существует множество звуков, которые не улавливаются человеческим углом. Но они же существуют. То же самое со зрением. Зрение человека улавливает только узкий диапазон световой волны. Например, человеческий глаз не воспринимает, но если брать солнечный спектр, то есть всего солнечного спектра мы только маленькую часть видим. То есть мы не видим в ультрафиолетовом спектре, в инфракрасном спектре, мы не видим там поляризованный свет, радиоактивные лучи и так далее. То есть зрение тоже очень ограничено. Так что если человек пользуется только вот этими пятью чувствами, то он ограничен в своем познании. Другой способ познания мира, он заключается на способностях нашего ума, разума и интеллекта. То есть ум — это орган, который получает информацию от пяти чувств. Разум — это орган, который анализирует полученную информацию. А интеллект — это багаж сделанных выводов. То есть разум делает выводы и складывает этот багаж в интеллект. Но этот способ, которым пользуется современная наука, он тоже примитивен. Почему? Потому что он ограничен опять же этими пятью чувствами. То есть в наш ум нету других каналов информации, кроме от этих пяти чувств. И поэтому человек, который думает, что он с помощью ума, разума и интеллекта может постигнуть истины, то он просто наивный человек. То есть это в принципе вообще невозможно. Даже если он будет пользоваться какими-то инструментами, то есть протезами, чтобы расширить способности наших чувств. Все равно ум, разум и интеллект — он предназначен только для вот этих пяти каналов. И поэтому этот орган познания мира, он необходим на определенном этапе, но он примитивен. Ведок к этому поводу так говорится, что ум, разум и интеллект — это лучшие друзья человека. Но когда человек возрос за пределами вот этих пяти чувств, то тогда ум, разум и интеллект становятся зерейшим врагом для человека. То есть необходимо отбросить ум и развить другие способы познания мира, более совершенные. Ну, например, как интуиция. Мы, например, знаем, что Иван — дурак, а дурак — это в одном из словарей, так и говорится, что дурак — это человек, не пользующийся умом. То есть ур — свет, это просвещение. Но, например, мы знаем, что в русских народных сказках Иван — дурак в эволюционном отношении гораздо выше своих умных братьев. Если умному человеку сказать «пойди туда, не знаю куда, принеси то, не знаю что», он сразу растеряется. Ему нужно конкретно там азимут, координаты какие-то, конкретно что найти. А Ивану — дураку, это без проблем. То есть он более совершенными методами познания мира владеет. Поэтому с помощью ума, разума и интеллекта, только можно до определенного уровня эволюции развиваться. А потом необходимо его отбросить. Поэтому говорят, что Россия — это страна дураков, то есть просветленных людей. Но наиболее лучшим способом познания мира, наши предки говорили, это использование мнения компетентного человека. Мы уже разбирали этот вопрос, но чтобы больше осознать значение этого метода познания мира, например, давайте разберем вопрос. Если человек задает себе вопрос осознать, кто является моим отцом, то человеку, если он пользуется пятью чувствами, только первым методом познания мира, ему необходимо всех мужчин в мире пощупать, посмотреть на них, понюхать, послушать, облизать и так далее. Ну, навряд ли он отца найдет с помощью первого метода познания мира. Если он будет второй способ познания мира, применять, то есть способности ума, разума и интеллекта, то тогда ему придется встать на позицию ученых. То есть нужно будет взять семя у каждого мужчины в этом мире, проверить его ДНК, по генам определить, является ли он его родичем или нет. Ну, может быть, им удастся найти, и то это под вопросом. А наиболее лучший способ, это обратиться к компетентному человеку по данному вопросу. В данном случае компетентным кто является? Его мать. То есть человек подходит к матери и говорит, мама, а кто мой отец? Она говорит, вот, вот, вот это твой отец. И доказательств больше не нуждается. То есть это наиболее лучший способ познания мира. То есть мнение компетентного человека по данному вопросу. Продолжение следует... Продолжение следует...